МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Женя, соль передай, пожалуйста. Жень. Шо? Я, кажется, попросила тебя о чём-то. Угу. Женя, соль передай мне, пожалуйста. Зараз. Женя. Та шо ты разверещался, як поросяна, свою белу смерть? Конечно, разверещалась. Потому шо ты глухой, как тетер, и вы двигаешься, как черепаха. Разверещалась. Лен, чо ты сьогодні злая, як собака? Ты меня щас ещё и собакой назвал. Класцю. Не перекручуй, я сказав, як собака. Я ж не винуватый, шо ты, як зланцюга зорвалась. Конечно, сорвалась. Не сорвёшься тут, когда у тебя муж. Ленивый, как бегемот, набьёт вечно щёки, как хомяк. И плевать ему на всё, как верблюду. Браво. Молодец. Майже весь підручник биологии розповіла. Чо про свиню не згадала? Не твоё свинячее дело. Шо? Шо? Шо ты вылупился на мене? Як курка. Как баран. А ти розхохталася, як курка. Как курка? Так. А, отлично. Знаешь, Женечка, я думаю, что настало, наверное, пора. Немножко нам с тобой пожить отдельно. Потому что твой вот этот вот зоопарк в твоём же лице мне уже надоел. Окремо? Да, окремо. Добро. 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 Что ты повторяешь за мной всё, как попугай? Роналду виконує пенальти. Підходить до м'яча. Разбігається. Удар! Гол! Да твою... Блин! Ой, Юрий Виколаевич, пробачте, я вас не забыв. А, нічого страшного, Евгений. Я выдерживаю не такие удары судьбы. А шо це у вас в руках? Это? Это я играю роль мужа. Которому слегка изменяет жена. Нифига себе слегка. Да, вот я тоже подумал. Да. Слушайте, Евгений, а што это у вас тут? Беспорядок такой вообще странный. Це Юрий Миколаевич, не беспорядок, а стиль життя Евгена Кушового. Мы просто с Ленкой вырешили трохи пожитого крема. Тому она в спальне живе, а я тут, в цей мая кімната, шо хочу, то и роблю. Ясно? Класс. А вы знаете, Евгений, как-то мы с моей четвёртой, да, четвёртой женой тоже решили трохи пожить отдельно. Да. Пожили лет пять. А потом она мне говорит, неплохо бы это трохи ещё лет на десять продолжить. Ясно. О, видите, это она платит мне за транзит себе через мою кімнату. Кстати, Юрий Николаевич, замечательные рога. Можете потом отдать их Жене, они ему очень пригодятся. Хотя нет, оставьте себе, Жене понадобится гораздо побольше. Всё, прошу. Всё, прошу. Плата за транзит підвищается вдвічі. Ну, исходя из услышанного, я так понимаю, что проход в спальню Елены вам запрещен? Так, заборонено. Интересно, интересно. А если заплатить? Та вы что? Теперь за годину в этой спальне треба гроши рік собирать. Да. Нет, Евгений, всё-таки с женщинами нужно жить вместе. Не, ну так гораздо дешевле просто, понимаешь? Да. Женя, это как понимать? Шо понимать? Где мои котлеты? Да, зверьки я знаю.